Есть спор. Алексей обратился. Я в роли медиатора собираюсь выступить, но кажется, у него есть юридическая проблема. Поможете? Договаривайтесь. В этом случае я каким-то образом нарушаю этику нейтральности и принципы медиации. Как вы думаете, или нет? Ну, если коллеги, то... Ну, то есть, если не непосредственно медиатор, который участвует в системе, тогда, наверное... Не участвует. Вот именно, не участвует. Просто мы одна сетевая организация, сообщество медиаторов, которое взаимодействует больше как клуб. Понимаете? Ксения Владимировна, это не мой работодатель и не мой работник. Это партнер, коллега. Мы просто обмениваем всем информацией. И если медиатор выступает в роли правозащитника или представителя стороны спора, и он выполняет эту роль до конца, то это нормально, вообще говоря. В следующий раз взаимодействуя с Ксенией Владимировной мы можем поменяться ролями. Предположим, я буду представлять интересы стороны спора по защите прав потребителей, а Ксения останется в роли медиатора. Да? Вот такой тандем получается рабочий. Но при этом мы стараемся не делиться конфиденциальной информацией, то есть мы четко придерживаемся профессионализма, принципов профессионализма, для того, чтобы сохранить нейтральность и для того, чтобы вызвать доверие у сторон спора. Итак, когда медиация началась, то есть когда судебные процедуры начались, очень часто у сторон очень быстро исчезают иллюзии по поводу перспектив будущего судебного решения, особенно в соседских конфликтах. Почему? Чем обусловлена такая специфика? Дело в том, что в соседских конфликтах довольно трудно вынести решение на основании закона. У нас, мне запомнились эти слова, которые сказала Ирина Владимировна в ходе имитационной сессии, это моя частная собственность, квартира, я могу с ней делать все, что захочу. Да? Вот именно так поступают соседи, когда нарушают каким-то образом жилищное пространство другого соседа. Я имею в виду тень, шум, причинение различного рода неудобств, но ведь это моя частная собственность. В конце концов, я не нарушил границы земельного участка и так далее. И даже если эти границы очерчены нечётко, это тоже одна из проблем, когда соседи земельных участков спорят относительно границ, куда перенести забор. Вплоть до 10 сантиметров. Да, такие споры тоже у нас были на практике, когда спор происходит. И вы знаете, они ожидают от судебного решения, что суд сможет им чётко сформулировать решение, где должен находиться забор. На самом деле, в законе нет ответа на этот вопрос с такой точностью, потому что есть точность в целом при, как это называется, процедура, связанная с топосъёмкой земельных участков. Межевание? Переживание земельных участков. Да, допустима определённая точность. Уж никак это не 10 сантиметров, Ирина Владимировна. Погрешность. Поэтому многие споры относительно того, как провести забор между соседними земельными участками, проходят даже не через одну судебную инстанцию. Они доставляют много хлопот судьям. И судьи тоже хватаются за голову, приходят в ужас от этого спора. Они видят, что конфликт уже перешёл в сферу человеческих отношений, что нужно урегулировать этот конфликт каким-то образом, неформальным образом. А медиаторы находятся несколько на дистанцированном...